Приветствую всех дорогие друзья. На связи как всегда NidoMiner и моя скромная таверна. За последние дни появилось достаточно много годных новостей. Например, графика Intel оказалась не совсем такой крутой как ожидалось. Nvidia тем временем рассылает партнёрам новые модели видеокарт RTX 3000, а вот красные Big Navi уже светят частотами в исполнении Asus, которые уже упоминают о кривости драйверов. Обо всех актуальных новостях я расскажу вам прямо сейчас. Но перед этим не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И с вашего позволения я хочу начать с тестов видеокарты Iris Xe Max. На днях модели лэптопов с графикой Intel успели представить крупные производители, а один из вариантов ускорителя был протестирован в Geekbench 5 OpenCL. Сама Iris Xe Max была оснащена видеоядром с 96 вычислительными блоками, что эквивалентно 768 потоковым процессорам. Максимальная частота работы ядра составила 1,5 ГГц, а объём памяти равнялся 3 ГБ. По результатам тестов Iris Xe Max набрала 11 885 очков OpenCL. Это позволило новинке расположиться между такими видеокартами как AMD Radeon RX 550 и GeForce MX 330. Разумеется, Geekbench 5 не является лучшим тестом для оценки игровой производительности видеокарты. Но уже ясно, что Iris Xe Max подойдёт только для многопользовательских сетевых проектов или популярных игр пятилетней давности с невысокими настройками графики. А вот Nvidia уже разослала партнёрам спецификации новых мобильных ускорителей. Линейка мобильных видеоадаптеров будет представлена минимум четырьмя видеокартами RTX 3000, а их официальный анонс ожидается на CES 2021. К ним относятся RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Max-Q и RTX 3060 Max-P. В этой линейке можно ожидать характеристики, близкие к видеокартам RTX 3080 для настольных ПК, только со сниженными тактовыми частотами. Также весьма вероятно Nvidia будет использовать память GDDR6 вместо GDDR6X для видеокарты RTX 3080 Max-Q. Видеокарта RTX 3070 также будет доступна только версии Max-Q и предназначена для энтузиастов и высокопроизводительных ноутбуков с процессорами Intel Core i7 серии H. Графический же процессор RTX 3070 будет оснащён памятью SK Hynix GDDR6 с номинальным напряжением 1,2 Вольта и скоростью 12 Гбит в секунду по сравнению с 14 Гбитами для настольных версий. А мобильный RTX 3060 будет иметь урезанный графический процессор GA104 или GA106 и также будет доступен в вариантах Max-Q или Max-P. Более конкретных данных о новых видеокартах пока нету, но они должны будут появиться на самой презентации CES 2021. А тем временем в сети появились новые подробности о рабочем частотном диапазоне видеокарты RX 6800 XT от Asus. Инженерный образец Big Navi на базе графического чипа Navi 21XT продолжает проходить испытания в лаборатории компании. Сообщается, что Asus тестирует сразу три образца, а в драйверах AMD опять существует ряд проблем, поэтому рабочие частоты на трёх системах серьёзно отличаются. Однако пиковая частота в 2556 МГц не может не радовать. Но получится ли у Asus делать буст до таких частот покажет только время. Что касается памяти, то эффективная частота составляет 16 ГГц, что исключает возможность появления вариантов с разогнанной до 18 ГГц памятью, как предполагалось некоторыми инсайдерами ранее. Возможно отборные чипы памяти получит эксклюзивная RX 6900 XT. А вот суммарное энергопотребление графического чипа и видеопамяти для вариантов от Asus составляет 289 Вт. Тем временем некоторые популярные блогеры уже получили консоль PS5 для обзора. Из-за строгого запрета Sony сами обзоры мы наверное сможем увидеть лишь за несколько дней до релиза системы. Но некоторые блогеры не смогли удержаться от возможности распаковать новый контроллер DualSense для PlayStation 5. Один блогер попытался подключить DualSense к PlayStation 4 Pro, однако в беспроводном режиме старая консоль его даже не распознала. И даже при проводном подключении новый контроллер со старой приставкой функционировать не стал. С консолью Xbox Series X контроллер тоже отказался работать. Но вот с помощью Bluetooth блогеру удалось без проблем подключить геймпад PlayStation 5 к смартфону Google Pixel 5, а затем запустить на мобильном устройстве через облачный сервис xCloud одну из частей Forza. И самое интересное, что с ПК DualSense сразу же подружился. Блогер подключил геймпад через провод к новому ноутбуку Microsoft Surface Laptop Go и абсолютно все клавиши на нём заработали. Так что любители геймпадов могут уже присматриваться к новинке как контроллеру для ПК. Ну а видеокарта RTX 3090 попала в руки греческому энтузиасту и это позволило ему сразу же занять второе место в 3DMark Fire Strike Ultra с результатом 14903 балла после конечно же применения жидкого азота для охлаждения графического процессора. Частоту самой RTX 3090 удалось поднять до 2445 МГц, а разогнать память ему практически не удалось. А тем временем немецкий ресурс ComputerBase украсил свою воскресную ленту сообщением о результатах тестирования процессора Ryzen 9 5950X в Passmark, которые вывели эту 16-ядерную модель на первое место по всем параметрам. Новинка спокойно обходит Ryzen 9 3950X на 16 % многопотоки и на сумасшедшие 34 % однопоточные нагрузки. Сами же процессоры Ryzen 5000 выйдут уже 5 ноября. А вот компания Corsair анонсировала настольную игровую станцию Origin PC Chronos нового покаления, которые относительно небольшие габариты сочетаются с высокой производительностью. Покупатели такой системы смогут выбирать между модификациями с сетчатой боковой стенкой и панелью из закаленного стекла. В первом случае обеспечивается хорошая вентиляция, а во втором можно любоваться внутренней компоновкой системы. В такой ПК допускается установка процессоров AMD и Intel вплоть до 16-ядерного чипа Ryzen 9 3950X и 10-ядерного изделия Core i9-10900K. А максимальная конфигурация предлагает наличие мощного графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 3090 с 24 ГБ памяти. Тем временем тайваньские СМИ рассказали, что при производстве процессоров AMD с архитектурой Zen 3 используется так называемая EU-флитография при обработке четырёх слоёв кремния. А добавив ещё один слой с EU-флитографией, TSMC сможет предложить клиентам техпроцесс 6 нанометров. Клиентами компании в этом случае, как уточняют тайваньские источники, должны стать не только Mediatek и Intel, но и Nvidia. Если говорить о 5-нанометровом техпроцессе, то он дебютировал во второй половине этого года, когда TSMC освоила выпуск процессоров Apple серии A14. Прочие клиенты TSMC переведут свою продукцию на 5-нанометровую технологию уже в следующем году. Компанию AMD и Qualcomm на этом направлении составят всё те же Intel и Nvidia, а также Broadcom. Максимальное количество EU-флитровых слоёв в кристалле 5-нанометровых изделий достигнет 14 штук. У 5-нанометрового техпроцесса будет улучшенная версия, которая дополнительно увеличит количество EU-флитровых слоёв. А в рамках 3-нанометровой технологии оно достигнет 24, если говорить о продукции TSMC. А вот молодая тайваньская фирма представила новый подход к организации бесшумного охлаждения компьютера. Вместо использования корпусов радиаторов или массивных башенных кулеров, нагревающих внутреннее пространство системного блока, она предлагает выбрасывать тепло сразу за пределы корпуса. Для этого тайваньцы разместили процессорный сокет на обратной стороне материнской платы, что позволяет установить пассивный CPU-кулер вне корпуса, улучшив естественную конвекцию. Кроме того, благодаря такой конструкции отработанный воздух не будет дополнительно нагревать остальные элементы системы. Ну а будет ли воплощен такой подход в реальную жизнь, пока что неизвестно. А вот разборка нового iPhone 12 показала, что в аппарате имеется три антенных модуля, созданные USI. Это шанхайская проектно-производственная компания и подобный крупный контракт она выполняет впервые. Поразительно, что Apple отказалась от услуг Qualcomm по поставке этого компонента, хотя она использовала остальную часть радиочастотной системы модема Qualcomm X55 5G. Чтобы понять значимость этой победы, следует упомянуть, что во всех без исключения смартфонах, поставляемых США и поддерживающих 5G MMWave, до сих пор использовали соответствующие антенны от Qualcomm. Эта компания является мировым лидером в области решений 5G MMWave, поэтому потеря контракта является еще одним свидетельством, что лидерство не безусловно. Другими словами, соответствующая антенна почти наверняка является эксклюзивом для Apple, созданным в тесном сотрудничестве между USI и Купертиновским гигантом, и на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто подписывается на мой канал и ставит лайки. До скорых встреч друзья.